Итак, дорогие друзья, вы находитесь на канале Галина Коломейко Кройка и Житье. Сегодня по вашим многочисленным просьбам мы будем разбирать фасон вот такого вот платьица, которое всем-всем-всем понравилось. Понятно, что оно идет любой фигурке, но полненькой фигурке оно идет более чем удачно будет для нее, потому что вот эти защипы складочки, которые впереди застрочены, оформлены, так, кармашки, это все работает на то, чтобы наше платье не прилегало к фигурке, давало определенную свободу и комфорт. Вот, глядя на это платье, мы смотрим и учимся с вами выбирать прибавки. Посмотрите, как плотненько облегает весь плечевой пояс. Значит, прибавочка по рукавчику вот здесь вот сантиметра 4, не больше, даже меньше 4. Прибавка по груди тоже минимальная, 3 сантиметра, может быть 2 сантиметра даже. Да, вот на этой фигурке. А прибавка по бедрам мы видим достаточно-достаточно большая. Это то, что мы с вами посмотрели здесь. Но спинку, я думаю, надо делать более спокойным. Из художественного эскиза, с фотографии переходим с вами на эскиз технический. Это у нас техническое задание. Как всегда, пожалуйста, нарисовали эскиз, выписали мерочки и выбрали прибавочки. Что представляет из себя эскиз? Мы видим, что вырез достаточно большой, открытый. То есть, это не под горлышко вырезано. Рукавчик обыкновенный, вточной, тире, может быть полувточной или полурубашечный. Уже похож на рубашечный. Для того, чтобы уменьшить посадку. Вот здесь, в чем разница, я вам раньше говорила, не буду останавливаться. То есть, есть кокетка выше груди. Сама грудь находится вот здесь, вот на этом месте. Нагрудная выточка спрятана вот сюда. И есть вот такие вот полурельефчики овальные. Внизу этих полурельефчиков располагаются кармашки. В нижней части этих полурельефов располагаются кармашки. И самая сложная часть, это вот эти вот защипы, которые у нас есть по центру нашей полочки. На них мы остановимся подробнее. Которые позволяют как раз сделать вот это изделие пошире в бедрах. Ну а спинка самая обычная. Я бы сделала ее с средним швом по спинке, для того, чтобы избежать вот этих талиевых выточек. А часть выточек, часть их спрятать вот сюда. И часть их оформить в боковые швы, чтобы выточек вообще не было. Вот этой выточки по талии я тоже предпочитаю избежать. Потому что для тех, у кого животик она не подойдет. А если вам все-таки захочется приталить, то я предлагаю сделать их самостоятельно. Ну скажем, вот так вот здесь маленькие выточки ввести сбоку, ближе к боковому шовчику, к участку проймы. С тем, чтобы они не мешали вот этой вот линии входа в карман. Чтобы мы не моделировали вот эту талиевую выточку, не старались сюда спрятать. Потому что это довольно-таки неудобно. Это довольно-таки сложно. И на мой взгляд, мне всегда успешно. Я когда прятала еще, будучи очень юным человеком, эти талиевые выточки вот сюда. Вот здесь получалось, они направлялись не вниз, а вот сюда куда-то. Это надо было сутюживать. Возникали определенные технологические проблемы. Короче, я от них ушла. И стараюсь полочку сейчас сделать вообще без выточек. Вот, собственно говоря, и все. Единственная сложность в этом платье, мне кажется, это вот эта центральная часть. Давайте разберем ее поподробнее. Я приготовила вам вот такой вот рисуночек. Итак, вот это у нас середина полочки. Вот это у нас кокеточка. И вы видите, что сами вот эти защипчики, они еще идут, застрачиваются под уголочком. Вот под таким уголочком. Есть еще вариант, когда они немножко овальные. Но для тех, кто делает это, не имея большого опыта, я думаю, будет достаточно проблематично. Для тех, у кого нет опыта, достаточно проблематично сделать и вот такие защипы. Но, тем не менее, я расскажу, как это делать, и удаст у вас это все получится. Итак, давайте разберем их поближе. Смотрите, вот эти защипчики, вот один защипчик, он направлен к центру, с левой стороны, да. Второй защипчик тоже направлен к центру. Третий защип, или давайте их маленькими складочками именовать, да, тоже направлен к центру. И эта маленькая складочка направлена к центру. Какой размер этих всех складочек? Ну, я взяла бы по сантиметру. Сантиметр, второй сантиметр, третий и четвертый. То есть и это сантиметр, и это сантиметр, и это сантиметр. Это первый защип, это второй защип, это третий защип, а это четвертый защип. Вот так вот, например, да. Или как мы будем разбирать вот эту часть на нашей выкройке, да. Это у нас будет от центра первый защип, это второй защип, это третий защип, а вот это четвертый защип. Расстояние между защипами, вы обратите внимание, тоже один сантиметр. И это один сантиметр, и это один, и это один. И расстояние между защипами в центре тоже один сантиметр. Значит, вот это расстояние до центра у нас будет 0,5. Вот это расстояние 0,5. Расстояние от первого защипчика до центра 0,5. Запомним это. Здесь, конечно, все то же самое. Давайте посчитаем, какое расстояние от центра до последнего застроченного защипа, или последней складочки. 0,5. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь с половиной сантиметров. Значит, вся фасонная вот эта вот история, она располагается на расстоянии, вот это расстояние, вот это расстояние у нас семь с половиной сантиметров. Еще раз, 0,5 сантиметра. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Запомним это. Вот это 0,5 и здесь 7 сантиметров. Расстояние между центрами груди у кого-то восемь с половинкой, у кого-то восемь, у кого-то девять, у кого-то десять, у кого-то двенадцать. Мы не привязываемся к этому расстоянию, хотя, если вы хотите, вы можете добавить туда и пятый, скажем, защип, пятую складочку, да? Давайте складочкой будем виноват. Вот, пусть это у нас будут маленькие складочки величиной по одному сантиметру. Вы можете эти складочки сделать величиной семь с половиной миллиметров. Это будет как раз на половину лапки машинки. Может быть, вам так покажется удобнее и лучше, тогда вы будете делать, конечно, свои пересчеты. И складочек у вас таких будет, конечно, побольше вот на этом расстоянии. Мы говорим вот об этом. Все, запомнили эту историю и начинаем выполнять непосредственно наше моделирование. Прежде чем выполнить моделирование, мы с вами строим две вот такие вот, две вот таких историй. Полочку, спинку. У нас есть полочка, у нас есть спинка. Давайте поработаем со спинкой. Спинку я бы, вот эту выточку убрала в средний шов. Для этого я откладываю от среднего шва полтора сантиметра. И можно даже чуть больше отложить, но два тоже может быть и перебор. Верхняя часть направляется на область лопаток, а нижняя часть на область бедер. Сделали. Теперь вот эту выточку я люблю отсюда убирать. Так как мы будем с вами расширять горловинку на сколько? Ну, на два, на три сантиметра. Может быть, мы ее вот так вот расширим. То же самое мы повторим на спинке. Значит, я ее немножечко могу и вынуть побольше на спинке. Вынимаем. И, соответственно, вот так вот вырезаем горловину спинки. Вырезаем горловину спинки. Вырезали. Затем мне мешается вот эта выточка. Я возьму и из вершины этой выточки на спинке построю перпендикуляр. Прямой уголочек делаю. Прямой уголочек. Смотрите. По нему разрезаю. И закрываю вот эту нашу выточку. Вот так вот аккуратненько закрыла выточку. Приклеим это с этой стороны. Все. Наша история с выточкой тоже. Мы перевели ее в горловинку. Она у нас откроется вот здесь вот в горловине. Спинка почти построена. Осталось нам только сделать раскрешение. Давайте возьмем чистый лист бумаги. И устроим. Ну, еще, может быть, часть вот этой выточки я бы забрала. Причем я бы забирала чуть выше талии. Видите как? Как бы немножко удлиняя. Удлиняя. Я люблю чуть-чуть завышать талию. Удлиняя нижнюю часть, мы делаем акцент на нижней части. И вот таким вот образом, поднимаем акцент чуть-чуть повыше, мы с вами добиваемся более длинных ног. И, пожалуйста, сейчас мы оформим с вами до конца спинку. Она у нас довольно простая. Вот так. Длины здесь мне, понятное дело, не хватает. Поэтому вы не обращайте на это внимания. И вот какой же у нас получится результат. Результат у нас вот какой. Пройма остается как есть. Плечико стало целым. У нас появилась выточка в горловинке. У нас фигурно оформляется вот так вот немножечко спинка. А дальше я сделаю раскрешение по спинке. Но небольшое, совсем небольшое, сантиметра два, два с половинкой. Не увлекайтесь сильным раскрешением по среднему шву. Просто вот как просится у вас вот эта линия, так вы ее и ведите. Ну, а здесь раскрешение можно сделать немножко больше. Здесь может быть 4-5 сантиметров. Тоже не очень сильно. Вот так примерно у меня будет выглядеть спинка. Мы не придаем этому значения. Теперь мы работаем с полочкой. Вот у нас полочка. Прежде всего на полочке нам нужно нарисовать кокетку. Она проходит где-то вот в этом месте, выше линии груди. Значит, вот эту выточку нам надо закрыть. Чтобы ее закрыть, нужно сделать какой-то временный разрез. Давайте я его сделаю вот отсюда. И мы закрываем нашу выточку. Сначала одну сторону, потом другую сторону. Когда мы выточку эту закрыли, мы можем оформить горловинку. Вот мы поставили точку. Значит, вынимаем немножко вот эту нашу горловинку. Проверяем длину плечиков. Все идеально. И вырезаем. Горловинка тоже готова. Горловинка готова. Теперь мы можем нарисовать кокетку. Кокетка у нас где-то вот так вот начинается. Можно ее сделать немножко овальной. Можно здесь прямой сделать. Не все равно как. И мы спокойно отрезаем. Кокетку отрезали. Верхняя часть у нас готова. После того, как у нас готова верхняя часть, мы можем работать вот с этой частью. Значит, мы договорились, что у нас 7,5 см участок, на котором мы будем делать наши фасонные складочки. 7,5 см я отложила. Нарисую параллельно. Набросаю вот так вот эту границу, чтобы мне не заходить. И посмотрите, сейчас я могу нарисовать фасонную линию вот этого полурельефа. Я сделаю ее так. В верхней части она идет параллельно. Дальше. До талии, видимо, она идет тоже у меня параллельно. Вот так вот я ее рисую. И дальше я хочу оформить вот этот вход в карман. Вход в карман, ну, я ее сделаю, наверное, знаете как? Вот так. Вот так. Вот так. И вот так. До бедер я доводить ее не буду. Не надо доводить ее до бедер. Ну, как-то вот так мне захотелось это сделать. Не делаем очень крутую такую линию. То есть она у меня получилась вот такой. Чтобы было больше наклона. И отрезаем по этой линии. Но прежде чем отрезать, я немножечко поспешила. Возвращаемся обратно. Мы, конечно, с вами ставим контрольные меточки. Потому что нам нужны контрольные точки близко к краю. Обязательно по талии. Ну и давайте область груди. Мы вот так вот пометим контрольными точками. Вот так вот три контрольные точки для сметочки нам вполне хватит. Дальше. Что у нас тут было? Вот так вот. Так. Не так. Вот так вот у нас было, да? С вами. Значит, вот этот кусочек мы должны приклеить сюда. Перевернем на нижнюю сторону. И заклеим с нижней стороны, приготовленной с нашей скотчем. Вот так. Заклеили, чтобы здесь не мешало. И временная выточка, которую мы делали, разрезали, где придется. Она у нас ушла и спряталась в верхнюю часть вот этого полурельефчика, в кокеточку. Все. Эта тоже часть у нас готова. Эта готова. И вот эта часть готова. Сейчас мы будем работать непосредственно с нашей серединкой. Давайте это пока отложим в сторонку. Посмотрите. Надо наметить эти складочки. Вспомним нашу разметочку. Вот наша разметочка. Мы сейчас работаем. Закрываем на этой разметочке нашу левую сторону. Вот это у нас серединка. В нашем случае серединка. Вот она. Да? Значит, на это место, эта кокетка, вот оно у нас, это место. Мы начинаем делать разметку. 0,5 откладываем. Это будет вот эта линия. Я ее рисую, должна нарисовать. Да? Но я не буду ее рисовать. Почему? Потому что мне нужна не эта линия 0,5, а нужна вот эта линия. Я по ней как бы разрежу нашу выкройку и разведу ее на 2 см, чтобы потом суметь сформировать вот эту складку. Потому что сама складка 1 см. Значит, 0,5 и 1 получится 1,5 см. Я откладываю от серединки 1,5 см. Вот они у меня 1,5 см. Один раз. До каких пор я ее доведу? Я ее доведу до линии конца кармашка. Вот так вот я ее доведу. Пока, да? Ну и я намечаю сейчас на самом деле вот этот уголок. А этот уголок где-то у нас до талии, допустим. Вы можете выше талии сделать вот этот уголочек. Как вам будет угодно. Я делаю, допустим, до талии. Давайте выше талии тоже немножечко возьмем. Пусть будет у нас такой наклон. Вот смотрите, этой линией я наметила вот эту линию. Нижнюю линию, да, фасонную. Вот я наметила. Выбрала самую длинную складочку и самую короткую складочку. И 1,5 см мне нужно отложить вот на этом уровне тоже. И делаем фасонную линию. Вот в этом месте у меня будет складочка, которой пока нет. Значит, мы нарисовали вот эту линию. Теперь мне нужно нарисовать вот эту линию. Расстояние между первой складочкой и второй складочкой 1 см и 1 см. То есть 2 см. Значит, я вот сюда откладываю 2 см. Вот так вот. И рисую вторую линию. Не могу не закрывать все своей головой. Хочется сделать точнее. Вот это нарисовали. Теперь снова 2 см. Будет третья складочка у нас жить. 2 см. Третья складочка. И четвертая складочка тоже, конечно, 2 см. Вот она у нас уже есть. Значит, еще разочек. Расстояние. Вот эти. Давайте подпишем. Вот это расстояние. Вот это расстояние у нас. 1,5 см. Вот это расстояние. Да? Вот это расстояние у нас. 2 см. Это 2 см. И вот это 2 см. Вот так вот. Вот так мы с вами разметили. Дальше. Пометим эту линию довольно-таки ярко. Почему? Потому что сейчас я буду разрезать свою основку до самого конца. Смотрите как. Вот мы сработали. Нарисовали вот это все. А сейчас я просто продолжу вот эти складочки до самого конца. И раздвину их потом параллельно раздвижкой на нашей ткани. Вот все. Пожалуйста. Мы эту загадулочку сделали. Берем в руки ножницы. И разрезаем. Серединка. Расстояние между первой складочкой и второй. Расстояние между второй и третьей. И расстояние между третьей и четвертой. Все. Разворачиваем это все вот сюда. Предположим, что вот это у нас сгиб ткани. Значит, мы должны первую складочку приклеить туда. К сгибу ткани. Приклеили. То есть вы прикладываете вот это сюда. Дальше мы должны отложить величину складки. Сама складка у нас один сантиметр. Значит, чтобы она получилась, мы должны отложить один и один. Смотрите, вот этот и вот этот вот сгиб. Слой ткани. Два слоя ткани. Отложили два сантиметра. Нарисовали вторую линию. И к ней положили уже следующую нашу. Это расстояние на ткани. То, что у нас было между складками. Так, кладем. Ну, не с той стороны нарисовала. Больше клеишь, чем вам рассказываешь. Сейчас, девочки. Очень мелко все получается. Ну, вот. Другие барышни от этого как-то постарались уйти. Но я считаю, что уйти от этого нам нельзя. Так, расстояние между второй складочкой и третьей тоже два сантиметра. Я уже не буду рисовать. Я думаю, что вы все это хорошо поняли. То есть, какую бы вы складочку ни делаете, не делали, да? Один она у вас сантиметр. Или три она у вас сантиметра. Вы разрезаете свою выкройку. И параллельной раздвижкой Раздвигаете ее на две величины выбранной вами складки. То есть, вот у меня один сантиметр. Я на два делаю. Если бы у меня было три сантиметра, Я бы на шесть сантиметрах отодвигалась. И вот таким образом у вас будет формироваться. Ну, а потом дело уже техники, как говорится. Вы потом уже будете на ткани рисовать вот эти все линии. И, соответственно, очень дотошно и аккуратно соединять между собой. Подальше у нас идет, дальше у нас идет еще вот эта деталь. И вот одна, вторая, третья, четвертая складочка. Тоже ее откладываем на два сантиметра. На два сантиметра отодвигаем. И у нас получается вот такая вот история. Обычно на ткани, то, что у меня находится между складками и невидимая часть, Я помечаю вот такими крестиками. Потому что это у меня невидимая часть. Это невидимая часть. Ну и что у нас получилось в результате? Дальше у меня идет вот эта деталь. Долевая нить выкладывается вот таким образом. И вверху у нас еще будет с вами кокеточка. Контрольные точечки у нас все есть. И вверху у нас еще кокеточка добавляется. Вот так вот приклеим. Чтобы было все понятно. Какой у нас будет готовый результат? Вот так. Вот так. Мы на ткани рисуем. Вот так. Дальше здесь мы рисуем на ткани. Вот так. Мы рисуем на ткани. Вот это. И добавляем все нужные нам припуски. К этим линиям, которые я сейчас изобразила, мы добавляем припуски. И контрольные точки, конечно. По талии контрольная точка обязательно. Но здесь нужно было, конечно, выбрать здесь контрольную точку. И, соответственно, вот здесь контрольную точку. Вот так. Да, я поспешила. Нужно оформить раскрешение по линии низа. Сосредоточилась вся на этих складочках. Вот. Давайте вот сюда добавим вот это раскрешение. Вот так вот будет на самом деле у нас. Вот, собственно говоря, и все, что мне хотелось вам показать. Да, и рукавчик. Рукавчик здесь обыкновенный, вточной. Я на нем сосредотачиваться сильно не буду. Потому что он очень обычный и очень простой. Берете обыкновенный вточной рукавчик. Главное его сделать с правильными прибавочками. Вот такой, например. И просто его здесь так вот обводите. Коротенький. В данном случае коротенький. Ну, вот такой вот будет у нас рукавчик. Вот так. Итак, мы с вами закончили разбор вот такого вот интересного платья. Значит, вот эти все меточки вы на ткани обязательно прорисовываете. Вот эти все меточки прорисовываете до конца. Ну, до конца или не до конца. Вот у нас эта линия, по которой мы будем делать вот до сих пор, вот до сих пор, вот до сих пор и вот до сих пор. Значит, вот то, что будет. Давайте я все-таки нарисую. Одна линия, вторая линия. Вы также делаете на ткани. Одна, вторая линия. На ткани у нас рисуются всегда складочки. Вот эти нарисованные линии вы будете сметывать. Вот. Будете сметывать вот это все невидимая, так сказать, часть. Вот сама вот эта складочка. Все. И внизу появляются защипы. И видите, как сильно увеличивается ширина нашего изделия. Ну, вот. Я думаю, на этом нам можно сегодня закончить наше платье. Желаю вам успеха. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. До новых встреч. Всегда ваша Ларина Коломейко.